Добрый день, дорогие друзья! С вами снова компания «Фортмонтаж» на нашем проекте «Евроремонт Московского квартир». Мы сейчас на определенном этапе закончили черновую отделку. Туда входит проводка всей электрики, стяжки, монтаж стен по проекту из гипсокартона, некоторые из пеноблоков, монтаж потолка из гипсокартона и легкая заделка стыков. Сантехника. У нас еще появилась дробь работы в плане здесь набороченной холодильнике, которая требует подводки воды к холодильникам в систему, чтобы преобразовывался лед, ну и так далее. То есть еще мы закладывали стяжку, ну так сказать, сантехнику под холодильник и две точки я вам покажу. Сейчас мы находимся, я стою вот на этом месте. Это у нас получилась такая гостиная, здесь нет окон, здесь будет кондиционер. Вот Василий, покажи, трассу мы уже вывели, значит по потолку в этой точке кондиционер. Освещать будет вот у нас дизайн-проект, здесь такое будет из стекла, из стеклоблоков, значит такого матого цвета. В этом месте такое, ну освещение, если можно так его назвать. Вот. Ну и будет в этой зоне порталы с подсветкой из ливнины, да Вася? Да. Вот эту мы перегородку делали из пеноблока. Вот она, значит вот эта прихожая зона. Вот пойдем сама. Вот эту дверь, здесь была раньше дверь, мы заложили. Ну вот, вот вы можете видеть электропроводку. Мы, наши мастера, по полу, некоторую часть проводки мы пошли прокладывать по полу, часть по верху. Значит, здесь будет у нас плитка. В прихожей зоне плитка с подогревом. Вот. Там находится за этой дверью санузел, мы его не трогаем, в принципе он в хорошем состоянии. В этой зоне будет находиться дубовый паркет. Плитка и паркет будет встречаться, ну, вернусь в артерпарк. Далее, далее. Вот здесь, вот эта стена, здесь будет находиться, значит, кухня, кухонная зона, значит, вдоль этой стены. Вот эта часть, метр пятьдесят, от стены у нас будет тоже выкладывать здесь плитки. Вот в предыдущих сериях я вам рассказывал, что под орголитом мы накрыли дубовый паркет, находится, и в наш, так сказать, в наш договор входит спасти его и состыковать тоже с новым паркетом, который будет ложиться здесь. В том месте находится обеденная зона, там будет обед, обедать люди, значит, стоять с стола и так далее. Вот будут два холодильника, которые требуют подключения воды, значит, для заморозки. Вот мы тоже предусмотрели, заложили. Значит, по проекту вся электрика у нас готова. Да, кстати, под гипсокартон, мы проложили вытяжку. Там у нас указана стрелочка, ее просто осталось выпилить. Еще нет у нас софитов подсветки точечных. Объясню, почему. Ждем заказчика и не торопим. Провода там заложены, в принципе, можно шпаклевать, потом выпилить отверстие под точечные софиты. Это недолго, на самом деле. В этом деле торопиться не стоит. Вот мы сделали штрабление. Вся электрика, видите, уже заштукатурена, все штрубы. Это у нас, по-моему, плита. Печь и свечи. И что там еще у нас идет? Там духовки будут стоять. Ну, это у нас подсветка верхней кухонной части. Вот. Друзья, на самом деле, в наши обязанности не входило монтаж потолка здесь, в гостиной зоне. Но мы когда проверили, значит, уровнем здесь перепад 2,5 см. И пришлось нам это выравнивать. Выравнили гипсокартон. Потолки здесь где-то на 4-5 см уменьшились. Но, как бы, мы сделали уровень. В наши это не входило обязанности. Ну и тогда оно пришло. Пойдемте далее. Раньше по старому проекту повторяться не буду. Можете посмотреть в предыдущей серии. Я был здесь на этапе. То есть еще здесь был паркет и так далее. Без вот этих перегородок. Старая планировка. Сейчас, видите, появился гипсокартон. Мы его укладывали в два слоя на гипсокартонные стены. Здесь гипсокартон в два слоя. Вот. Пойдемте сюда. Здесь, значит, небольшое, значит, небольшое помещение, которое здесь в эту арку идет вторая часть квартиры, которую мы не дрогаем. 90 квадратов там находится. И дверь, собственно, в одну детскую и дверь в другую детскую. На этих стенах, двух стенах у нас по плану будет графитовая, будем красить специальной графитовой краской, которую дети могут рисовать маркерами и фломастерами здесь. И она может стираться. То есть для развития детей они могут здесь... Знаете, потому что маленькие дети, в любой, кто знает, чуть не уследишь, то ли ручкой, то ли карандашом, или фломастерами могут нарисовать обои. Здесь им будет даваться свобода для творчества. То есть им даже положат сюда фломастеры, рисуйте сколько угодно, стирайте, рисуйте и так далее. Ну вот, пройдем вот мы из детских. Видите, трассу кондиционера мы уже заложили. Она будет в этой части. Телевизор и слаботочка, значит, интернет, все мы уже проложили. То есть черновая отделка закончена. Сейчас идет, должна будет шпаклевка. Вот, сместилась люстра. Покажи, что сделали. Здесь будет люстра в этом месте. Значит, и через вторую этапу будет чистовая отделка. Будем вам показывать. Шпаклевка, покраска обоев. Я считаю, что ремонт здесь, ну, стандартный. И стандартный евроремонт. Здесь нет там какой-то венецианский спаклевки. Там смотрим. Здесь обои под покраску. Значит, упор берется на хорошую, дорогую электрику. Значит, на бра, на люстры и так далее. Дубовый бакет. Такие, в принципе, приличные окна. Деревянные стеклопакеты и так далее. Мрамотные подоконники. И, да, берется упор на бебель. Вот, вот, самое главное. На антураж. То есть, обстановка здесь уже, люди будут, именно, вся кухня, в принципе, встроена, будет встроена и на заказ под эту квартиру. Вот. Пойдемте в другой, в другую комнату. Вот. Здесь также мы заложили вторая трасса кондиционера. У нас там за окнами будет два кондиционера. Здесь также люстра. И, в той стороне, штробы под точечные, точечные светильники. Здесь будет, потому что там будет письменный стол. Есть и маленькие дети, есть и те, которые занимаются в школе. Здесь будут делать уроки. Да, хочу обратить ваше внимание. Видите, наши мастера специально снимают фаску гипсокартона, стыков, чтобы хорошо вот эти стыки пройтись шпаклевкой сетки. Промазывают специальным составом, чтобы, ну, закрепить вот этот гипс, который сняли поверхность. Он имеет пыльную часть. Специально вот стыки мы прошлись. И вот эти выемки гипсокартона будем сеткой шпаклевать под чистовую отделку. И в следующей серии мы вам об этом покажем. Ну вот на таком этапе, да, под нами находится сейчас дубовый пакет в этих комнатах. Он, видите, закрыт арголитом и проклеен скотчем. Ну, мы его пытаемся сохранить. Мы когда еще сделаем чистовую отделку, вскроем, значит, посмотрим его состояние. Может его шлифовать, покрасить. Ну, в той части тоже мы добавили новый пакет такой же, ну, чтобы сделать единое целое. Ну, вот, в принципе, вот такой отчет. Компания Кокмонтаж вот делает евроремонт в московской квартире. Вот. То есть черновая отделка закончена, я считаю. Вот. Остались некоторые штыки. Вот. Ну, в принципе, все. Вася, может, ты хочешь что-то добавить? Нет, в принципе, на данный момент, как бы, работа сделана нормально, неплохо. Опять мы, вроде, идем по срокам нормально. Да, у нас остался месяц. К первому августа. Там плюс-минус неделя. Мы должны, сегодня у нас 6 июля, мы должны закончить, потому что у заказчиков, чтобы было время, август, еще сделать обстановку в этой квартире, потому что детям, ну, с 1 сентября, как известно, нужно в школу. У них месяц уйдет на, так сказать, ну, обустройство этой квартиры уже мебелью. Я знаю то, что уже кухня, например, уже снялась, размеры. Она делается на заказ, там тоже занимает определенное время. Вот. Ну, собственно, и все, что хотел я с вами поделиться. С вами была компания Крофмонтаж. Меня зовут Мороз Алексей. Оператор Василий. Есть у вас реальная возможность оценить качество наших работ. Евроремонт Московской квартиры. Звоните, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всегда будем рады полезной какой-то информации. До встречи. Пока. Продолжение следует...